Всем привет, с вами Ёжик и сегодня предлагаю вашему вниманию недавний матч с Уфёнком в рамках 1-8 финала про-серии чемпионата, в котором собрался по сути весь топ СНГ за исключением тех, кто не достиг возраста 18 лет. И не забывайте, что спонсором этого выпуска является компания 1xbet, которая порадует вас своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надёжностью. Да, сейчас спорт на карантине, но есть киберспорт, ссылочку оставляю в закрепленном комментарии. На данном турнире мы играем в режиме 85, то есть обычными командами, у которых рейтинги стата игроков одинаковые. По сути, отличаются только звёздочками на нерабочей ноге, ну и где-то габаритами. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то более упитанный, кто-то менее. Скажу вам честно, Леоном я не сильно доволен, потому что в атаке у меня нет 5-звёзд на нерабочих ногах. У одного чудом есть и 4 звезды, в остальных по 3, иногда даже по одной. Поэтому приходится, конечно, непросто, но всё-таки, мне кажется, я нашёл общий язык со своей командой. Им владел. Здорово, пока Леон выглядит в смысле контроля. Но и вправду, имея в виду личность Жозе Мауриньо, мы не должны удивляться, что здесь Татахэм чего-то ждёт. Тем более, что мы прекрасно понимаем в этом двухраундовом противостоянии всё-таки второй матч определяющий. Но вот сейчас может быть очень опасно. И 1-0 Леон выходил в 13 минуте, да. Вот так вот, пожалуйста, это комби выводит Леон вперёд. Ну что ж, быстрый гол, быстрый гол. Надо сказать, что этот гол подытожил такую длинную часть матча, когда Леон был в порядке. Но мне кажется, что Татахэм просто ещё в игру пока не включился. Вот сейчас выход один на один, по сути, удар в касание от Сона. А пауза, которую, по-моему, если я не ошибаюсь, и Фёнок захотел взять, причём уже достаточно давно. И фактически команды ждали паузы. Видимо, видимо, Татахэму с самого начала понадобились какие-то перестановки. Ну да, мало того, что Леон уже забил, так ещё и по игре Татахэм вообще и без мяча, и без моментов, и без всего. Наоборот, эта тройка, которая, скорее, прижата к линии обороны, она очень важна для того, чтобы соперник не вскрывал оборону через центр. Мы видели, что именно через центр самые опасные атаки в киберфутболе проходят, опасные моменты создают. Ну вот, кстати, скорее, в подтверждение твоих слов сейчас был хороший перехват в центре поля. Леонцы его организовали, и флангом атака закончилась угловым, да? Сон очень глубоко играет, но потому что есть Кейн, на которого он пасует, дальше подключается и Ричардс, и ещё один заброс на Сона! Можно бить! Классный какой удар! Мы видим, что статистики не слишком богаты на события попадающим. Хорошая передача, а вот и Кейн, а Кейн может быть должен пробить в дальний угол, он наносит этот удар. А вообще много футболистов задействует, и мы могли проследить за развитием этой атаки, как она от Деля Али через Дайра, Сон, в общем, все мяч потрогали. И Кейн, в конце концов, наносил удар. Но теперь Леон, может быть, даже вот небольшую паузу игровую берёт, поиграв в пас, вот и сам говорил о том, что в киберфутболе очень сложно тянуть время и бессмысленно тянуть время. Поэтому, да, вот несколько секунд буквально пробовав на своей половине поля, Леон создаёт свою атаку через правый фланг, прострел в центр, и 2-0! Вот это да, как же там защитники позволили Демпеле, казалось бы, первый на мяче был Тоби Аудервейерл, но он не помешал. Выдернул мяч буквально с линии аута, и передача, и в касание, какой жизненный, какой вот вымученный рабочий гол забил Леон. Неплохо там в тени, Владимир, в чём? Вообще Леон проводит очень грамотный матч, я так сказал. Такой зрелый, да, мудрый? Да, очень правильный матч, и очень классная передача с фланга, ещё один пас в касание. Потому что времени совсем немного остаётся, по сути, вот этого времени может хватить на одну-две атаки, не более того. И всё равно Тоттенхэм так старательно, аккуратно, не рискуя мяч разыгрывает, пошла вот через центр комбинация. Кейн опасно! Игол! Да, это очень важный гол, потому что впереди ответный матч, и с нулём начинать его, конечно же, очень-очень некомфортно. А сейчас Харрикейн, вот как большой нападающий, должен решать исход игры, вернуть свою команду. А у нас... А мой специальный промокод Ёжик принесёт до 100 бонусных баксов для новых пользователей. 2-1 Леон выиграл первого матча, и начало второй встречи. Да, и сверхпослушные игроки, пожалуйста, вам. Да, 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 ты где-то нажимаешь на крестик, а он треугольничек. Ну, то есть, грубо говоря, делает паспорт. А сегодня у нас киберфутболисты такого уровня, что они точно крестик с треугольничком не путают. Ещё один удар поворотом от Леона! Да, этот гол похож, между прочим, на второй гол Леона в первом матче. Опять же, проход по флангу и подача на ближнюю штангу. Здесь, правда, головой, но очень здорово сыграно. И 1-0 Леон. И здесь впереди, как перебросили защитника, и дальше уже расстреляли вратаря. Что здесь замены? Есть, кстати, замены у Леона, обратите внимание. Нападающего центрального поменяли, куда побежал. Казаника, кстати говоря, он воронок. И опять, смотри, как он будет мяч в игру. Не боится, не боится выходить за пределы штрафной, но, значит, отработает тоже вариант. Мне кажется, Роберт бы просто так на эмоциях не стал бы это делать. Но мяч потерян. Леон-то опять атакует. И здесь Казаника свою команду выручает. Так случилось. Наверное, тоже никто не рад. Так, кстати говоря, опять Тюфенок хочет паузу. Что-то вот это всё очень загадочное. Абсолютно в стиле Мауриньо действует сегодня. Но Леон атакует. Леон в синях футболках. Здорово. Контроль мяча. Удар и гол. Как-то так легко. Слушай, ну, они разыграли как по нотам. Ну, Леон невероятен. Просто невероятен. Такой атакующий футбол не тотальный. Смотришь, что творится. Пустые ворота. Пустые ворота. Как мне что-то не попал, я не понимаю, честно говоря. Уже, наверное, зарабатывать угловой и бежать туда вратарём на подачу. Если такая опция в киперфутболе есть. Ещё один удар закончится. И поэтому то, что выделили сегодня, это ещё не окончательный вариант. Вот проникающий пас великолепный. И вот сейчас Хэм мог, может быть, даже и как-то перевернуть немножко эту игру. Кстати, очень хорошего нападающего Хэмкилл. Снова перехват, шанс. Где момент? В чём он может быть? Хэмкейн. Ух, как забробил-то в дальний угол великолепно. Я ещё подумал, почему Перот не бил сам. А он специально искал момент, создавал момент для Харри Кейна, у которого, которого, ну понятно, что это фирменная черта. И 1-2, и время-то ещё есть. Там, мне кажется, сейчас главное Леону не растеряться. И Евгению главным образом, который держит в руках эту команду. Слушай, ну с таким опытом страшно себе представить, сколько игр вообще провёл по-настоящему Евгений во всевозможные фугольные симуляторы. Мне кажется, там счёт даже не на сотни тысяч уже, если брать с каких-то двухпичных годов, да, может быть даже на миллион. Ну да, и сколько раз приходилось и счёт удерживать, и контратаки вот такие проводить. Классная борьба на линии штрафной. Тут на кому нужно быстрее через Перрота выходить. Кейн, кому отдать передачу, он кинновенно всё придумывает Уфёнок в ожидании своей паузы. Будет убирать мяч под себя, да, простреливает после вот этой небольшой паузы. Но прострел получился неудачным, мяч перехватили. Леон не пытается тянуть время, не пытается закрываться уж совсем. И да, хочет-хочет контратаковать. Это и понятно. Вот забить сейчас Леон ещё один, и, наверное, это будет всё. А так, а так интрига сохраняется. Пока, да, 15 гиперминут осталось играть в этом матче. Вы видите, как быстро бегут секунды. Я думаю, что сейчас просто Хэм не хочется туда смотреть, не хочется смотреть на свою штрафную, где снова атака Леона развивается. Передача в касание. Как всё было красиво. Леон великолепен. Но Тоттлхэм не сдаётся. Тоттлхэм всё равно идёт вперёд, идёт вперёд. И мяч опять штрафной. Опасный момент. До удара дела не дошло. Ну, наверное, сейчас понимал Ифонок, что если пробить, то, скорее всего, в защиту мяч попадёт. И пытался ещё более выгодную ситуацию создать. Теперь пойди, поймай эту контратаку. А вот она есть. Да, это контратака. Удар в ближний, и всё. Теряем в нашем турнире одного из аваритов. Великолепно оба матча проводит Евгений Мостовик. Он же Ёжик. Великолепно оба матча проводит Леон. И я уж не знаю, какой была игра в 2007 году или в 2011, когда выиграл чемпионат Европы. Тут ещё один пол под шумок забивает Леон. Да, причём во втором матче, естественно, стараясь что-то сделать, пытаясь что-то исправить. Но так по счёту и по итоговым впечатлениям кажется, что почти и без шансов. В итоге Леон погасил. И Леон забил не один, а забил два. Сейчас ещё один, кстати говоря. Может забить, по крайней мере. Вратарь выручает. Пошло уже компенсированное время. Один, четыре или два, шесть по сумме двух матчей. Это, кстати говоря, по сути разгром. Вот, наконец-то, у нас есть возможность поговорить с победителем. За счёт чего вы так в результате, казалось бы, легко выиграли в втором матче? Спасибо за поздравление. Ну, легко я бы не сказал. Это уже в конце Роберт начал выбрасываться больше. Но по игре я чувствовал, что у меня всё получается. Потому что я изначально подошёл в стратегическом плане так, как я себе это придумал. И всё сработало на даже не 100%, а 200%. Мне интересно, что будет дальше. Потому что идея такая, с которой я сейчас отыграл, у меня появилась совсем недавно. Когда я с группы чуть не вышел, а по итогу обыграл лидера группы. И так я иду дальше без поражений по ходу. Ход универа там посмотрим. Объясните, что это за задумка? В чём прикол? Ну, меньше сдайте, больше спите. Как говорится, всё-таки сперники тоже будут спрятать. Поэтому одному из них придётся дальше играть. Возможно, ещё как-то попозже поговорим об этом. Но да, не расскажу, что я себе придумал и что я увидел. А это какой-то ноу-хау, который вы до этого не использовали или что? Ну, на самом деле не ноу-хау, аж так. Ну, просто сама по себе игра, в которой мы сейчас играем, это не Ultimate Team. Это обычные команды. Те же Леоны, Доптерхэм и так далее, и так далее, что вы будете видеть. И то, что происходит на поле, здесь немножечко отличается. По тому, как игроки забегают, по тому, как пробивают, отдают пассы, это всё немножечко отличается от Ultimate Team. И, соответственно, здесь то, что мы играем, мы обычно время проводим в другом режиме, скажем так. Тоже футбол, но все, кто в чате, на стримах, висят на трансляции и играют, и в то, и в другом режиме, они не понимают, о чём я говорю. И вот если в Ultimate Team я там и другие многие участия играют от полторы тысячи матчей до двух тысячи матчей с состоянием на данные секунды, то в данном режиме мы там играем, ну, матчей 20-30. И поэтому лично у меня все идеи, которые приходят в этом геймплее, рождаются прямо по ходу турнира. И вот набираем ход и там посмотрим, что будет в четвертьфинальчике. А вот и Роберт там присоединяется. Роберт, что произошло? Ну, тяжело объяснять. Здесь произошло то, что, наверное, не должно было произойти, потому что, понятно, по той игре, которую я показал в группе, я ожидал видеть себя в финале, потому что три победы, наверное, в одной из двух самых сильных групп. Но, опять же, коннект Россия-Украина и не самые благоприятные условия для игры. Тот прессинг, который я обычно оказываю на соперников, я, к сожалению, не смог его здесь немножечко применить. И поэтому было тяжело играть, я не смог показать абсолютно своей игры, той атакующей игры, которую я обычно показываю. И, естественно, я еще первый пропустил, мне нужно было отыгрываться. А ежик – это тот тип соперника, с которым ты не хочешь пропускать первым, потому что он будет до последнего катать мяч и выводить тебя на прессинг. И, как я уже сказал, когда ты играешь в онлайне, очень многое зависит от твоего соединения с соперником. Когда оно не очень хорошее, прессинговать становится почти невозможно. Поэтому я скажу, что многие условия и многие такие игровые моменты, они сложились позже ежа. И поэтому он идет дальше. Я ему желаю победы, удачи, потому что, если проигрывать, то победителю. И понятно, что сейчас, я думаю, у него хорошие шансы дальше на победу. Роберт, очень много изменений ты пытался делать по ходу и первого матча, и второго. И нам вот ежик рассказал, что у него были какие-то неожиданные идеи. Он не признается, какие именно. В общем, он тебя поставил в ступик? Какими-то тактическими вещами, какой-то манерой игры. Потому что, по его словам, похоже на то. Нет, мы же общаемся. И мы, конечно, не думали, что мы встретимся друг с другом в плей-офф. И он говорил о том, какую он схему поставил в последнем матче своей группы. И чем он будет играть дальше в плей-офф. Это еще было до жеребьевки. Поэтому, да, я понимал, какую схему он выбирает изначально. И понимал примерно, как он будет играть. Удивитесь, когда мы сыграли за много-много лет. Очень много матчей, и друг друга тяжело. Поэтому я, скажем, ничем не был удивлен. Тут вопрос был лишь в исполнении. Мое исполнение в тех условиях, которые были, было очень плохим. Ёж сыграл хорошо и воспользовался. Ну, он сыграл на своих сильных сторонах. Я на своих сильных не сыграл. Поэтому он идет дальше. Ну что ж, спасибо Роберту и Евгению. Мы Евгению желаем действительно дальнейшего продвижения по сетке. Потому что нам понравилось наблюдать за игрой этого Леона. Ну и, может быть, в конце концов мы узнаем, в чем там был секрет. В чем было изобретение потального футбола в этом киберфутболе? Ну, а Роберту не расстраиваться, Роберт. В конце концов, недавняя победа на турнире матч-тебе тоже чего-то стоит. Не везде же выигрывать. Это правда. Спасибо. Спасибо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин